Мы попилим. Извините за небольшую задержку, что-то я высиделась. И тема у нас сегодня салонный миндаль или салонный стилет. В принципе, это одно и то же. Постановка формы одна и та же, немножко другая пил, немножко другая выкладка. Я сегодня вам покажу форму салонный миндаль. Но, знаете, у всех понятия салонного миндаля разные. Кто-то видит его более овальным, но миндаль это миндаль вообще. И сейчас модная популярная тема, это вот миндаль прям такой вот узкий, зауженный, который практически стилет, только чуть скругленный кончик. Вот эта форма, которая сейчас популярна, она везде встречается. И меня часто спрашивают, а это что? Это стилет, это миндаль? Это такой вот зауженный, можно сказать, узкий миндаль. Потому что разновидности миндалей, разновидности овалов, как и квадратов, как и пайпов и всего остального, их кучи разные и вообще на разной форме ногтей они смотрятся абсолютно по-разному. Вот, поэтому мы сегодня с вами сделаем этот модный, современный миндаль. И делать миндаль на своих ногтях, на натуральных, когда они уже отросли, это как бы одна история. А нарастить с нуля, то есть сделать миндаль наращивание так, чтобы он носился хорошо и выглядел достойно, это нужно постараться. То есть, самая важная постановка формы, самая важная выкладка. А пил, в принципе, особо не отличается сильно, только пил свободного края. Так, зоны, зоны пила, что у миндаля, что у квадрата, что у овала, они абсолютно одинаковые. Немножко отличается пила свободного края. А самое важное, вообще-то, постановка формы. Самая такая часто встречаемая ошибка при моделировании миндаля, это постановка формы кверху. То есть, если вы при формировании свободного края в форме миндаль поднимаете форму как на квадрат, то, естественно, у вас параллели будут торчать вверх. Это уже не миндали, а такие вот какие-то утиные носики. Поэтому на постановке формы нужно прям вот заострять внимание. Почему? Всегда обучение, базовое обучение по моделированию, повышение начинается с архитектуры и постановки формы. То есть, постановки формы, вот я когда вела повышение недельное в Ростове, постановке формы уделялся целый день лекционный. Вот представьте, 4 часа лекции, вот до обеда каждый день лекция, а потом практика. 4 часа лекции уделялась постановке формы только в теории. И затем она там неделю отрабатывалась. Поэтому, если у вас не получается ставить форму, это нужно отработать. То есть, это практика, 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 еще раз практика, ну, соответственно, с знанием теории. Не будем долго лялякать, давайте начнем. Если вдруг начнет пропадать связь, такое возможно... Я вчера вот вела эфир, рассказывала девчонкам, что уже 300 раз вызывали интернетчиков. Все никак не могут настроить, потому что дом старый, стены очень толстые и сигнал плохо проходит. Вот раньше строили на совесть, конечно. Итак, я буду сегодня делать на себе. Я вот подготовила даже ноготь один. У меня были коротенькие. Я, возможно, его, конечно, спилю потом, но пока так. Итак, самый важный момент формирования свободного края в форме миндаль – это постановка формы. Сейчас я отключу фильтр, чтобы... Вот, вот так вот. И постараюсь как-то... Крепеж, конечно, вставляет желать лучше. Это постановка формы. То есть, давайте посмотрим. Я много раз уже на эфирах поднимала эту тему, и у меня есть куча эфира, где я подробно рассказываю, разжевываю, как ставить формы на миндаль на стилет. Но давайте еще раз, потому что вы их все равно не смотрели. На квадрат мы ставим всегда форму кверху. Чуть кверху. Если мы поставим таким образом форму на миндаль, какой получится у нас боковая линия? Боковая линия будет сдернута. Ну, вот так, когда вы будете... Связь не пропала пока еще. Связь есть, потому что у меня на экране высвечивается, если связь пропадает. Поэтому смотрите, может быть, у вас что-то. Когда мы смотрим ногти кверху, они вздернуты. А боковая линия, то есть у нас есть боковая ось. У нас есть боковая ось. И боковая линия, она должна быть всегда параллельна боковой оси. Видите? То есть если она идет кверху, либо она у вас идет книзу, то это уже неправильное построение архитектуры. Особенно если она вниз идет, это, скорее всего, у вас будет тонкая зона стресса. То есть у постановки форм у них столько вариаций, столько нюансов, мелочей. Начиная от формы свободного края, заканчивая формой ногтевой пластины. В общем, очень-очень много всяких нюансов. Поэтому на этом этапе, на постановке форм, именно разборе постановки формы, на каждый вид моделирования, то есть у салонных ногтей один вид постановки, у арочных другой, там, на выкладной френч, там, третий, пятый, десятый. Вот начинаем всегда с салонного. И вот девочка говорит, на повышение, допустим, я там хочу арочное. Но по факту с салонными ногтями еще какие-то вопросы есть. Если есть вопросы в постановке салонных ногтей, то нет смысла идти в более сложный форм, потому что вы запутаетесь. То есть вы сначала закрепляете постановку формы на салонные ногти, оттачиваете ее, затем уже переступаете на следующую ступень. То есть если вы перепрыгнули через ступеньку, то у вас начинается каша в голове. Вы еще вот здесь не усвоили, а вы уже как бы хотите что-то более сложное. Итак, миндаль или стилет салонный. То есть салонные ногти почему называем салонными? Потому что подразумевается длина там до трех с половиной единиц. Салонные ногти там от единицы до трех с половиной, это максимум 4, 5, 6 и так далее, это уже не салонные ногти. Это уже ногти экстремальные для обычного клиента. Понимаете? Если для конкурса это норм, там и 20 единиц, то для обычного клиента больше 4 единиц длина – это уже экстремальная длина. Вы должны предупреждать клиента, что это экстремальная длина, это не для повседневного ношения. И если клиент делает для повседневного ношения Очень длинные ногти. Напишите, пожалуйста, тема салонный миндаль. Если клиент на постоянку просит сделать длинные ногти, вы предупреждаете. Вы, во-первых, ну это тоже все длинная отдельная тема. Во-первых, точка апекса сдвигается, потому что через неделю она может срасти в свободный край, и ногти начнут трескаться. То есть там очень-очень много тоже нюансов есть. Поэтому есть салонное наращивание, есть там арочное, есть длинное, есть нестандартное и так далее. Мы сейчас говорим о салонном моделировании. Салонное моделирование до 3,5 единиц длины. Итак, на миндаль салонный и салонный стилет форма ставится с наклоном. То есть за своим натуральным ногтем вниз идет. Сильно вниз вот таким образом наклонять тоже нельзя. Именно поэтому на трамплины не рекомендуется делать миндаль и стилет, потому что вот здесь на стыке будет домик. Домик – это трещина. То есть это нельзя, недопустимо, это сразу ногти на слом. В салонном варианте тоже, посмотрите, просто обычные плоские ногти. Бывает, что сильно ставят девчонки вниз форму, и ногти просто отваливаются. За своим ногтем направление формы у нас идет, и тогда ровная параллель, и есть возможность сформировать толщину зоны стресса за счет выкладки материала. Все. Но это нужно оттачивать. Там уже при подрезании еще есть момент, форма гипонихия, там форма натурального ногтя. Но костяк – это, конечно же, самое первое. И самое важное – это постановка формы. Поехали. Я подготовила ноготь. Ну, сняла, точнее, материал, чуть фрезой кутикулу. Приподняла, почистила птерекий. Напоминаю, что в аппильных техниках мы никогда не обрабатываем до конца кутикулы. Так как потом будет неприятно при аппиле. Обезжириваем. Обезжириваем. Наносим Nail Prep обязательно. То есть подготовительный этап, он всегда у нас одинаковый, какой бы вид наращивания, коррекции не делали. Подготовительный этап из трех средств Nail Prep Ultra Bond база – это будет либо база гель-лакова, я ее на себе всегда использую, но у меня очень хорошо стоит, либо Super Bond база, если возрастные сухие ногти. Если возрастные сухие ногти у клиента, то это база Super Bond. Сейчас я вам ее найду в каталоге. Обязательно найду. База Super Bond. Видите, базовый гель Super Bond. Есть в 9-миллилитровом объеме, есть в 15, 30 и 100 миллилитров. Ну, понятно, чем больше, чем выгоднее. Тоже каждый раз говорю это в эфире, но не устану повторять, что смотрят разная аудитория. База гель-лака – это жидкая классическая база. Мы ее наносим в качестве подложки при наращивании или коррекции на влажные, тонкие, перепиленные ногти. У меня она просто очень хорошо стоит, у меня не сухие ногти. На сухие возрастные ногти, которые очень сухие, и вот клиент, если там 50+, это только Super Bond, потому что в возрасте всегда ногти сухие, а гель-лаковая база, она еще вытягивает влагу дополнительно. Запомнили, возрастные сухие – Super Bond, все остальные можно базу гель-лак. Вот, и три этапа, то есть это дегидрирование, грунтовка и базовый уже слой геля. Всегда одинаковы при классических жестких системах. Наносим на УПРЭП. Ой, спасибо большое, я уже забыла, что я попросила тему. Спасибо огромное. Дегидрируем. Если ногти очень влажные, ну вообще при влажных ногтях рекомендуется гель-лаковую систему, но если ногти влажные, прям вот можно несколько раз вот так вот в зоне кутикулы дегидрировать. УПРЭП испаряется на воздухе самостоятельно очень быстро. Ультрабонд уже наносим с отступом от кутикулы, очень аккуратно, в один тоненький слой. Несколько раз на одном месте не можем. И наносим базу. Даем ультрабонду буквально минутку испариться на воздухе. Ну, когда вы 10 ногтей делаете, пока вы 10-й нанесли, в принципе, уже можно наносить базу. Также мы наносим с отступом в очень тонкий слой, просто по технике покрытия лака. Все, нанесли. И сушим базу 30 секунд. Далее у нас идет этап постановки формы. По постановке формы поговорили, чем лучше моделировать свободный край. Свободный край всегда лучше моделировать. Если особенно длинные ногти, вот тройка там. Тройка – это уже длинный. Тройка – это уже не такой вот вариантик, когда можно чем угодно дорастить, и она побежит. Ногти от полутора единиц рекомендуется моделировать специальными гелями для свободного края. Специальными гелями для свободного края. Для смоделирования свободного края подойдут монофаз гель монофаз это однофазный гель но он очень жесткий он жарко хорошо держит вот для свободного края мы можно и смоделировать но мы сейчас говорим именно о свободном крае можно смотреть изи ван нельзя наращивать длинный свободный край изи ван самый мягкий самый гибкий самый эластичный гель из всей линейки он просто треснет просто будет гнуться вот так вот такой мягкий свободный край свободный красота должен быть железобетонным софт пингель можно ли им нарастить в принципе можно но длину свыше двух с половиной единиц не рекомендую то же самое софт ньют то же самое все камуфлирующие гели потому что камуфлирующие гели созданы для моделирования архитектуры можно им нарастить свободный край можно всеми но коротенький там полторы две максим единички можно выше вот тройку там четверку уже нет для длинных ногтей всегда лучше брать жесткий гель а моделировать архитектуру уже любым из этих потому что свободный край должен не гнуться он должен выдерживать нагрузку при ударе при давлении понимаете дальше для свободного края пошли гели форм гель натурал гель специально создан для работы со свободным краем он и цвета натуральной ногтевой пластины и достаточно жесткий чтобы выдерживать нагрузку фолин форм гель клеер вообще самый жесткий гель можно можно софт пинг желе можно он хоть и камуфлирующий но он как желе это говорит о том что он жесткий и можно тоже натурал композит можно натурал композит можно и запечатывать и наращивать свободный край как и софт пинг желе но у нас будет самый в пятницу эфир подробный очень подробный по материалам я вам еще это несколько раз все расскажу поподробнее акригель любым из акригели можно нарастить кончик вот я рекомендую если ногти слабые клиент их плохо носит приходят там с трещинами со слойками приходит перри наращивать ей нужны на длинные нарощенные салонные ногти наращивайте кончик окри гелем с перетяжкой на зону стресса до в ростов а моделировать уже можете сама выравнивающим любым гелем тогда будет вообще носиться очень здорово я думаю объяснила хорошо на форм гель натурал я сегодня буду использовать а для архитектуры софт пинг я очень люблю гели быстро выравнивающий потому что я работаю очень быстро гелями желе поверхность выкладывать вообще не рекомендую это лишний материал лишнее время на пил лишнее время на выкладку софт пинг он есть банки есть во флаконе если сравнивать то в банке он более густой то есть вот я даже перевернул не начинает даже течь еще средней степени вязкости во флаконе это тот же самый софт пинг только вязкости смотрите какой как гель лаковая база чтобы удобно было моделировать в одну каплю без опила то есть здесь уже дело только в удобстве характеристиках они одинаковы во во флаконе просто жижи устанавливаем форму сейчас будет цирк с постановкой форм перчатка вообще на самом деле по разному приходится бывает прям быстренько ставится а бывает прилипает но у нас очень хорошие формы они классно липнут поэтому чаще всего это мучение приходится снимать вот у меня нет ножничек мы не маленьких форма ставится вниз по и вот видите уже все уже не отрывается ладно я сниму перчатку у меня не ухоженные ногти вообще абсолютно уже куба трошек утикла кстати это стемпинг новый вам затравочка вот этот лепесточек смотрите вот этот приклеивается вот в зависимости от того как вам удобно работать я вот над короткие ногти никогда не приклеиваю мне неудобно форма становится очень жесткая на длинные на арки можно приклеить чтобы просто основание формы стало более таким вот упругим и сильно не гнулась когда себе наращиваю вот так загибаю эти уши чтобы они не склеивались раньше времени сразу вот так загибаем форму в арочку устанавливаю форма не стать то есть если на квадрат мы бы поставили вот уже начали подрезать окошко формы при сдергивании то есть вот таким образом я бы поставила на квадрат и у меня бы вот здесь была бы ямка куда заложилась бы толщина зоны стресса на миндальности лет форма ставится наклон вот смотрите за своим натуральным ногтем но не сильно в наклон то есть как будто вот она продолжает натуральный ноготь не надо делать неестественный наклон вот такого прям явный вот форма пошла за своим ногтем вниз не надо вот этот залом делать резкий что выдает то что форма стоит правильно ну более или менее правильно хотя бы вам будет понятно что с ней дальше идет ушки при миндале и стилете всегда вот здесь сверху на пальчики при квадрате они вот здесь ниже опущены при стилете могут даже перехлёстываться если узкий палец вот на безымянном на мизинце всегда перехлёстываются на стилете даже на салонным все поставили зажали насколько позволяет палец и вот здесь кончику начинаем плавное заужение вообще никогда не делайте вот этих резких зажимов в морковку при квадрате мы этого вообще не делаем и даже при стилете я вот здесь уже это движение у меня с арочного моделирования видите сразу форма узкая стала заломить форму по бокам это уже у меня конкурсная фишка моя вылазит я думаю что все конкурсные мастера заделают залом его здесь по бокам и форма сразу ведь такая оп и трубочкой стала это крутое кстати движение но приходит к нам из арочного моделирования поэтому все у кого уже салонным все хорошо отрабатывайте арки вы с тобой вы сможете вот залом и оттренировать фон гель натурал видите какого он цвета но я думаю что все кто знаком с маркой но не смогла снять надо было заранее извиняюсь за некрасоту те кто более-менее знаком с аркой они сто процентов пробовали форм гель натурал потому что это такой самый распространенную гель для наращивания свободного края и вот если натурал композит он тоже такого же цвета но он густой и и моделирование без опила не сделаешь он не сама выравнивается а форм гель натурал смотрите он и цвета натуральной ногтевой пластины и жесткий и при этом он выравнивается хорошо даже на четверку замахнулась но если у меня все ногти будут тройка то большой конечно же будет четверка это тоже все знают что делается всегда в миндале листилете сначала выстраивается линия центральная как на фу она схожи на форме с линией на ногтевой пластине и затем уже от этого центра почти прямые чуть-чуть скругленные боковые линии никакого лишнего никакого сейчас выложу с запасом вот такие висящие бока а потом потом попилю вот это вот фраза потом попилю она потом вываливается вам в лишние 20 минут времени при моделировании ну и плюс материал конечно же максимум полмиллиметра можно делать запас на боковую линию но это вот прям максимум то если переживаете что не дало не доложили там форму вот так можно перетянуть на зону стресса это никогда не помешает особенно при слабых ногтях но сильно не наваливаете вот знаете когда работаете гелем вот форум гель натурал или натурал композит не наваливаете никогда много материала вот сюда на стык ну вот так когда смотрите сбоку здесь должно быть ровно видите все как будто продолжение своего натурального ногтя почему потому что потом выложите камуфляж и допустим нужно будет френч камуфляж пойдет под пропил и вот этот желтый оттенок он просто будет просвечиваться сушим уже френч нарисовать вы не сможете это такие вот ошибки я сейчас говорю они очень базово не только он базовичков встречаются уже у мастеров работающих не бывает но может смотрят девочки которые только-только вообще думают учиться им или нет или или только учиться на базе почему плохо носится когда во флаконе вазам смотрите почему возможно вы еще не привыкли работать жидкими гелями во флаконе чуть просушили если нужно после промежуточной просушки вот так чуть поджали ну это делается конечно не пальцами как я сейчас а тыльной стороной ногтей но так как я сама себе меню дома во флаконе может плохо носиться если вы не привыкли еще работать жидкими гелями самовыравнивающими и у девочек которые начинают ими работать после банки возникает проблема что тонковато моделировать начинают потому что из банки мы берем каплю и эту каплю выравниваем по всей ногтевой пластины прям объемное моделирование делаем а гелем из флакона получаются тонкие и бывает такое что начинают резко цель слаиваться особенно вот здесь по боковым линиям качество не разное в банке во флаконе это абсолютно один и тот же гель что использовали в дизайне у себя ногтях столько стемпинг это здесь база файбер милк я уже убила и конечно и стемпинг наш стемпинг эми кто не в курсе пластинный стемпинг и лаки стемпинг выходят в феврале вместе с курсом который я записывала на прошлой неделе летала в ростов курс будет очень прикольный очень много всяких техник и на самом деле очень много возможностей именно наши материалы то что такой таких возможностей как у нас на просим пастой с краской ни у кого нет все просушили всегда когда наращиваем на формах достаем гель из лампы и даем ему буквально там секунд десять остыть потому что может плохо сниматься с формы и может мягким быть все почему всегда говорю старайтесь делать подложку максимально точную по форме и по длине вот чуть-чуть не доложила видите вот этот штучка и и лучше доложить сразу либо взять густой гель композит либо этим же потому что уже вот если будет такая маленькая выщербленка то ровной боковой линии не получится все сушим файбербазы очень крутые файбербазы охренительные вот если честно я вообще не умею носить гель лак единственное что на мне держится это файбербаза это прям вот единственное все видите доложили вот так вот пальчиком брали видно что линия ровная при наращивании эти боковые линии очень важны и дальше уже моделируем либо гелем из флакона либо гелем из банки вот если длинные ногти вот у меня это считаю уже длинный конечно же буду рекомендовать если в одну каплю нужно то лучше с банки если удобно прям вот из флакона ну тогда это будет две капли в одну каплю такую длину жидким гелем вы не смоделируйте но я просто очень люблю геля из флакона хотя раньше когда только гель это все из гель-лака пошло хотя раньше когда появился гель-лак я плевалась но господи как можно кисточкой вообще моделировать это чё такое как можно полноценную архитектуру выстроить вот этими жидкими но потом настолько привыкла что уже даже вот из банки мне кажется слишком густые гели мне ими не очень удобно работать я себе всегда наращиваю гелями из флакона монофаса soft pink если наращиваю и всегда у меня отлично все носится девочки не дело не дело не в том в банке он во флаконе он я вам уже объяснила что скорее всего тонковато получается у вас моделировать так как вы не привыкли работать жидкими гелем а вообще где-то конечно на любителя первый слой готов перевернули сцентровали сушим второй слой будет обязательно потому что при переворачивании и сцентровывание геля гель стекает весь в центр и бока остаются голенькими поэтому мы наносим затем чуть-чуть просушиваем и наносим второй слой импаста для стемпинга или послышалось нет не послышалось импасту можно использовать для стемпинга будет и краска и работа в курсе которая будет в наборе с стемпингом и будет с импастой и с краской для альпийский снег и черный тюльпан классической то есть очень много возможностей будет у вас будет большой большой выбор чем работать импаста и у нее очень много вот если у краски мало возможностей ну и только вот отпечатать рисунок и все то импасты очень много возможностей очень много техник очень много всяких крутых примочек короче вам понравится сто процентов перевернулись центровали сушим так секундочку у у меня там был уже гель поэтому чуть-чуть камуфляж будет просвечиваться меня был еще там молочный оттенок так и просушиваем две минутки запись эфира будет обязательно будет курс выходит феврале до курс выходит феврале вместе с пластинами курс уже записан и уже смонтирован практически и мы хотели могли выпустить его раньше но смысл выпускать курс пока нет пластин вот феврале выходят пластины вот набор будет набор в наборе будут 6 лаков для стемпинга и 4 пластины и будет курс сразу то есть чтобы вы приобретали курс и вместе со стемпингом и сразу и учились уже могли работать поэтому мы решили сделать вот так штампами есть что мы ими будет вместе с пластинами все будет обязательно все сейчас мы просушиваем окончательно и приступаем к пилу а пил в принципе такой же как и у квадрата главное выучить зоны вот как не выучить зоны можно даже зоны от пила менять местами главное это запомнить как правильно пилить каждую зону и как правильно лежит пилка по что вы пили вот самое важное это постановка формы и пил вот то что вы накосячили в форме уже не исправить от пилом не исправить выкладкой это что вы не справи ну как бы накосячили в апель и тоже уже как бы ничем не исправить поэтому это но эти и эти моменты нужно все отработать выучить нюансы понять как как ставить форму на разные виды ногтей как правильно пилить разные формы и отрабатывать практика практика еще раз практика даже если вы там прошли обучение но вы не практикуетесь и не пилите каждый день а делать только коррекции а там один раз в году наращивания то конечно же у вас не будет плана цена курса курс онлайн до цена курса пока девочки не скажу у нас школа онлайн и разработка и цен и всего остального работа занимаются специально обученные люди поэтому не скажу то есть и ноготь у вас после любого моделирования он должен выглядеть так как будто вот его пилить не нужно только вот кажется что нужно попилить только свободный край а так он весь такой ровненький хорошенький никакого про запас никакой лишней длины никаких вот этих вот наваленных бугров то есть все должно быть красиво аккуратно даже на этапе уже выкладки чтобы опил у вас был таким чисто символически мы просто прошли по зонам убрали блеск где-то под выровняли они так что мы навалили и не видим уже что за форма у нас было к чё я хотела вообще миндаль это квадрат или или мягкий квадрат или овал то есть поняли да что видно было что это миндаль а не овал а потом вы из миндаля а из овала начинаете пилить миндаль это совсем плохо чем нарастили свободный к свободный край мы нарастили форм гель натурал смоделировали архитектуру софт пинк клетки почему же на штамп стемпинга не отпечатывается краска а много нюансов девочки я ну как бы эта техника я вам вот сейчас словами не объясню вообще первое что мы делаем это подпиливаем боковые линии придаем форму свободному краю на себе конечно немножко пилку неправильно держу нежели я держала и вы ее на клиенте или на модели но постараюсь показывать правильно сначала мы боковые линию ведь я вот буквально пару движений и свободный край уже кажется как будто вот ноготь готов на самом деле вы еще пилить и пилить но это и к тому что учитесь выкладывать аккуратно впритык без лишнего без лишнего нагромождения материалов что вы тратите свое время вы тратите материал вот это это очень важно понимаете я даже загадана повышение девочка но так запомните вы сейчас на обучении должны потратить максимальное количество времени на выкладку чтобы вы научились делать ее тютелька в тютельку а пилить тогда вы будете быстрее и со временем когда вы отработаете эту выкладку аккуратную у вас на пил должно уходить 10 минут на 10 ногтей а когда мне дешевле как можно пилить я 40 минут пилю если ты пилишь 40 минут значит у тебя разная длина ногтей при выкладке вы навалили материала и вы не можете дать ума им когда вы выкладываете аккуратно нужно снять только блеск изменить у меня у кутикулы вообще нет материала потому что он и должен быть в ноль поэтому я пилка я просто аккуратно снимаю блеск если вы навалили и у вас там по кутикуле ступень и вы начинаете ее выпиливать эту бедную ступень там уже и давление на пилку идет и отслойки могут по кутикуле пойти это кстати такая одна из важных причин от слоек это давление на пилку при апелье хотя начинал этаж это пенится как это об этом говорю блин щеточка сейчас девочки простите пожалуйста за любого я щеточку забыла взять ладно с ней будем без щеточки в полевых условиях по кутикуле снимаем блеск от кутикулы на право плавно переходим боковым поверхностям ой спасибо спасибо большое дорогая пассиву помощницы мы мои помощницы на резидент они эфир слушают и еще помогают мне параллельно пилили боковые поверхности переходим к свободному краю то есть по сути существует четыре зоны это боковые поверхности правая и левая зона кутикулы зона свободного края и миндаль на самом деле вот миндаль и овал это самые простые формы салонного моделирования самое сложное всегда это квадратная форма у квадратной формы четкие параллели в миндале даже если где-то там чуть-чуть чего-то может быть незаметно в квадрате нет поэтому всегда при обучении начинаем с квадрата вот у меня точно с девчонки на индивидуальное обучение записываются составляю программу и понимаю что нужно начинать всегда с квадрата квадрат это базовая форма ее проходят и на базовом обучении а потом уже миндаль овал это все уже исходных точнее проект производные и потом уже когда пилили поверхность дорабатываем свободный край дорабатываем ребра обязательно должна быть толщина ребер то есть мы должны видеть что у меня есть толщина что у меня здесь не тонко что по в ростом у меня есть тоже толщина по торцу есть толщина почему я говорю что при выкладке камуфляжем мы выкладываем дважды если это жидкий гель почему потому что смотрите очень важный момент мы выкладываем архитектуру гелем выложили вроде все хорошо вот таким образом и перевернули ноготь все стекло в центр и вот здесь оголяются боковые поверхности и потом мы когда начинаем пилить мы видим что у нас геля нет то есть вот этой толщины ребра видите толщина ребра и и нет если толщина ребра нет при наращивании то это сто процентов вот здесь трещины через три дня через неделю смотря кто как носит поэтому вот эти зоны ребра жесткости их называют именно в наращивание в укреплении если есть каркас своего натурального ногтя то это может еще проноситься при наращивании вот здесь у нас стык и если по стыку вот здесь вот этих местах не будет толщины он сто процентов треснет это не слишком острый миндаль а я вначале и сказала что мы делаем зауженный миндаль и вообще и вообще это классический миндаль да именно это миндаль просто их есть много разновидностей но сейчас вот делать этот салонный такой заостренный который всем нравится который все просит такой стилет миндаль стилет миндаль все и затем шлифуем покрывать я не буду наша задача была смоделировать рассказать вам про постановку про моделирование и абсолютно все формы по разному пилятся абсолютно все формы по разному поставь ставится форма поэтому если вы умеете делать но если вы умеете делать квадрат давайте так то вы делать умеете и все остальные формы чаще всего как я умею у меня классно получается миндаль у меня классно получается овал но я не умею делать квадрат если не между квадрат нужно учиться потому что когда ты та самая главная форма ведь и вот форм гель натурал он с той стороны как натуральный ноготь смотрится поэтому можно моделировать снизу форум гель натурал а камуфляжем уже моделировать архитектуру но можно и им смоделировать снизу но он мягкий понимаете можно моделировать и камуфляжем но только короткие ноготу линки не длинный вот у меня уже длинный это четверка смотрите очень подпилила может три с половиной это длинный салонный ноготь это необычный вот ну к салонный вариант скажите вот 80 процентов клиентов они ходят вот с такой длиной примерно это максимум от такой до такой вот такие как у меня это уже редкость умеете наращивать длинные ногти знаете правильную архитектуру умеете подбирать гели иначе один раз клиент нарастить у него ногти отвалятся он больше не придет а наращивание сейчас и самая востребованная процедура ногти длинные вошли в моду я вот в питере хожу я специально обращаю внимание на девчонок должна все длинными все с дизайнами какими-то там рисунками учитесь сейчас отвечу на ваши вопросы отвечу на ваши вопросы вот сегодня еще писали девчонки сегодня еще писали девочки по индивидуальному обучению к сожалению на февраль уже нет мест на индивидуальное обучение сейчас на март уже началась запись уже в марте половина мест заняты я не думала что будет так востребовано на самом деле что соуслайн обучение мало кто проводит она очень дорогостоящая поэтому но ценится сейчас стал очень ценится в плане обучения поэтому те кто хочет на март на индивидуальное пишите в директ я еще посмотрю даты но уже уже туго уже буду на апрель и на май расписывать с какой длины стилет называется стилетом смотрите вообще миндаль как у меня зауженный миндаль и стилет салонный не рекомендуется делать меньше трех единиц этой теме в лекциях в обучении тоже посвящена прям тема отдельная потому что короче они смотрятся куриными лапками то есть от трех единиц можно делать стилет стилет это вот эти стилет это пик у стилета у него острый кончик вот прям это не стилет это миндаль у стилета у него острый кончик как иголочка должен быть знаете она их сейчас разновидности миндаля на стилет на 100 стилет стилет это пик а миндалей мы в медаль может быть чуть пошире чуть поуже чуть более круглым кончиком чуть более заостренным поэтому все но в каком курсе онлайн подробно наращивание можно послушать хороший вопрос есть базовый курс по наращиванию именно по наращиванию и там есть и наращивание и коррекция и все 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 там с этому 8000 до 8000 он стоит есть мини курсы моделирования с от пилом есть там наращивание и все виды а пила форму но в каждом из этом из этих курсах и в маленьких курсах они там по три по четыре тысячи и в большом базовом есть во всех лекция вот это и про постановку форм и против в чем у нас фишка в обучении онлайн онлайн то что мы считаем то вера николаевна политика самое важное и одно из самых важных фундаментов это лекционная часть база и мы все базовые лекции биохимия акрилатов архитектура постановка форм а пин эти лекции вставлены во все курсы даже в маленькие даже маленькие поэтому если вы учились нужно наращивание и вы работающий мастер но вам не хватает каких-то знаний вы можете взять мини-курс моделирование с от пилом моделированием за меня сегодня кстати вам на моделирование с от пилом дам скидку там по моему то ли 30 то ли 40 а может даже 50 процентов со stories выставлю и когда провожу эфиры всегда девчонкам эфиром на сутки дам скидку моделирование с от пилом там есть постановка форм разбор архитектуры биохимия акрилатов и от пил всех видов форм миндаль овал квадрат вот такой курс он маленький по очень очень хорошей цене но там есть все вот прям все как и вера николаевна любит туда ведет его вера николаевна мирошниченко поэтому уже следите вот после эфира выставлю stories скидку ровно на сутки пожалуйста анечка сохранить эфир обязательно сохраню вы сегодня цветете ой спасибо у меня очень хорошее настроение последние соскучилась безумно по работе я прихожу когда в салон мне сразу поднимается среди не хочу отсюда уходить здесь настолько хорошо уютно и эта энергетика еще дома старого но я выкладывала кто stories может это видел что дому в дом 1856 года я очень люблю история про него почитала здесь жил есенин здесь жили многие политики творческие люди военные всяких рангов ну короче и вот это еще энергетика плюс этот милый ремонт здесь так тихо спокойно кстати я вот здесь буду проводить обучение индивидуальный и группы кстати по бровям феврале будет только одна группа я не смогла поставить больше потому что индивидуальными обучениями забиты весь февраль 24 25 февраля будет базовый курс оффлайн вот здесь по мастер бровист четыре человека в группе всего будет вот места наши шикарные смотрите как у нас уютно гуси поэтому кто хочет еще осталось два места 24 25 февраля а про стилеты спрашивала не про миндаль спасибо пожалуйста у меня есть этот курс нужно зайти пересмотреть обязательно как классно что у меня есть платье но осталось только сесть на нее сверху ее просто разорвет как хомяка я пропустила вы переехали в питер да я переехала в питер уже 9 месяцев здесь живу мы открыли салон эми маникюр фирменный в питере единственный набрали резидентов девчонки то есть питера приходите на маникюр у нас классные мастера работают также в салоне можете приобрести продукцию у нас в салоне . продаж в зале вот приходите к нам познакомиться купить продукцию пообщаться с девчонками сделать маникюрчик и записывайтесь на обучение я буду здесь проводить обучение по моделирке только индивидуальные беру прям кайфую не могу я как представлю что буду вот один на один вести обучения хотя я зарекала что я не буду преподавать оффлайн больше меня много раз спрашивали вы приехали в питер и будет обучать или нет 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 я не буду но я настолько соскучилась по преподаванию ох повезет девчонкам феврале просто за люблю их и конечно буду вести сейчас базовые курсы по бровям раз-два раза в месяц как получится брови онлайн курс есть и когда онлайн курс по бровям есть давно он бессрочном доступе у меня есть шапки профиля ссылочка переходите смотрите а оффлайн кстати если вы приезжаете на обучение оффлайн онлайн я вам открываю в подарок а курс между прочим онлайн стоит 15 тысяч рублей он большой и там еще всяких бонусов куча а индивидуальное обучение двухдневная базовая 4 человека группе 25 и к нему в подарок онлайн курс и два сертификата стоимость курса бровиста два дня базовый курс окрашивание красках на восковая депиляция коррекция пинцетом долговременная укладка два дня по две модели тень 25000 два сертификата и онлайн курс подарок как распределить длину по ногтям если на большой палец сделала 4 на остальные так как у если на остальные четыре если на большой 4 то вот здесь тройка а здесь два с половиной чем больше шире ноготь тем длиннее дело чем меньше уже тем короче что визуально если на мизинец сделать длину от подушки как на эти ногти он будет казаться как будто он торчит но это все индивидуально потому что ноготь может быть допустим средний может быть широким широким и коротким ложе на безымянным длинная и узкая никогда не меряйте от подушки длину будут все ногти разные нужно вырабатывать глазомер это это настолько важно если будете так постоянно мерить по мерке то когда рано или поздно клиентку так поскольку я не поняла чё за хрень почему есть ногти разной длины так мы сегодня с вами нарастили узкий миндаль салонный фильтр его корешет я фоточку выставлю поработали сегодня гелем для свободного края форм гель натурал и жидким гелем из флакона подводим итог наращивать уметь нужно самая важная постановка формы и оттачивайте выкладку идеальную идеальную выкладку подложки идеальную выкладку архитектуры и будет вам счастье а мы удалились ровно в час скидку на курс мини курс прикреплю stories также напоминаю что при покупке материала вы мешок вводите мой промокод я его тоже прикреплю stories и вас будет скидка 12 процентов хотя максимальная скидка на сайте 10 по промокоду будет 12 вводить можно его хоть каждый день просто вы его сейчас я выставлю в stories вы вы сохраняете себе в заметочках и каждый раз при покупке на ими shop его вводите все всем пока всех люблю что-то так час пролетел все по всем вопросам директ классного дня крутых ногтей кайфовых клиентов любви денег всего хорошего